Дневной разворот Вокально-визуальном спектакле Да, сказки Чуковского Надо сказать, что премьера спектакля прошла Но вот 13 числа, послезавтра Будет еще один спектакль И спектакль этот Для взрослых детей, так скажем Хоть он и 6+, но он довольно взрослый Как говорили в 19 веке Для детей изрядного возраста Да, это будет после 12 А в первом части у нас запланированный Давно достаточный эфир Мы будем говорить об изменениях законодательства По организации аварийной диспетчерской службы Управляющих компаний И эфир этот мы запланировали С подачи Сергея Улитина Руководителя Центра общественного контроля В сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области Сергей Николаевич, у нас в студии, добрый день Добрый день Мы пригласили в студию Матвея Житлухина Начальника отдела по лицензированию Управляющих организаций Государственной жилищной инспекции Кировской области Исполняющего обязанности Заместителя начальника госжилищной инспекции Матвей Анатольевич, здравствуйте Добрый день Добрый день Вот вы, Сергей Николаевич, когда говорили Что надо было на эту тему нам пообщаться в эфире И надо рассказать слушателям, что предстоит Почему вы посчитали эту тему действительно важной И важной донести до каждого жителя региона С 1 марта существенно меняются Требования к организации аварийно-диспетческой 2019 года То есть они уже существенно поменялись, скажем так Они существенно поменялись И я действительно попросил недельку Вот Светлана знает Чтобы посмотреть А вообще, как за неделю Наши управляющие компании сориентировались Постановление, которое выпустили Еще в 2018 году, 27 марта Постановление принесло номер 331 В котором как раз вот эти поправки и внесены Оно говорит про разные И там есть несколько сроков Поэтому немного управляющие компании подзабыли Да, в общем-то, и жители не то чтобы подзабыли А скорее даже не знали Скорее всего не знали, да Да, но один из разделов, касающийся вот этого постановления Это изменение в 416-е постановление правительства О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами Это федеральные изменения? Да, конечно И как раз они, то, что нас в большей степени интересует Сегодня это извинения, связанные с аварийно-диспетчерской службой А именно Давайте подумаем, что может быть даже зачитать Лучше зачитать, потому что я пока ничего не понял Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения В многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу В течение не более 5 минут Первое А в случае необеспечения ответа в указанный срок Осуществления взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу Собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме По средствам телефонной связи в течение 10 минут После поступления его телефонного звонка То есть не дозвонились В течение 10 минут нам должны перезвонить Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем Холодного и горячего водоснабжения Водоотведения внутридомовых систем Отопления и электроснабжения Не более чем в течение получатся С момента регистрации заявки То есть давайте сразу понимать Локализация это не устранение последствий Это минимизация последствий Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы Водоотведения в течение 2 часов С момента регистрации заявки Ликвидация засоров мусоропроводов Внутри многоквартирных домов В течение 2 часов с момента регистрации заявки Но не ранее 8 часов И не позднее 23 часов При круглосуточном приеме заявок Это вот что такое? Ну это если видимо ночной звонок Ну если ночью позвонили, что мусоропровод заявился То до утра все лучше потерпят Чем шубить Подачу коммунальных услуг При аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем Холодного и горячего водоснабжения Водоотведения И отопление электроснабжения В срок не нарушающий Установленную в жилищном законодательстве В Российской Федерации Продолжительность перерывов В предоставлении коммунальных услуг Это то есть если они Скажем так Локализовали нарушения Да, потом они должны отремонтировать В течение срока Указанного Так ли я понял? Да А устранение аварийных повреждений Внутридомовых инженерных систем Холодного и горячего водоснабжения Водоотведения В срок не более 3 суток С даты аварийного повреждения А предыдущий пункт По поводу подачи воды Вы говорите В соответствии С какими-то нормами Это сколько по срокам? В зависимости от ресурса На вскидку не помню Там они разные От 8 до 24 часов Пациентарь на памяти Нет? Ну эти сроки регламентируют Постановление правительства Российской Федерации Номер 354 Там действительно как Отмедил Сергей Николаевич Отличные сроки Ну конкретно нас Смотришь Лучше посмотреть Ну хотя От и до От 8 до 24 часов От 8 до 24 часов Эти сроки установлены давно В принципе-то их знают люди Ну вот я не знаю От 8 до 24 часов Просто не сталкивалась Пока К счастью Хорошо До 24 часов Следующий пункт Очень важный Мне кажется При этом Собственник Или пользователь Помещения В многоквартирном доме Должен быть В течение Получаса С момента Регистрации Заявки Проинформирован О планируемых сроках Исполнения заявки А заявка считается Зарегистрированной То есть она уже Оформлена Получается Да и вам Должны назвать номер Вашей заявки И соответственно Через течение Получаться Позвонить И сказать Когда устранят То на что я Пожаловался По закону Мы правда Почему неделю Это просили Мы провели Свой У меня вот вопрос Такой Сергей Николаевич Смотрите Вот эти Аварийно-диспетчерские Службы Они вообще Есть Эти службы При управляющих Компаниях Они всегда были У управляющих Компаний У особенного Небольших Своих служб Таких нет Они заключают Договоры С аварийно-диспетчерскими Службами В принципе Такое Выполняется Но Требования Стали существенно Жёстче Они просто Появились Регламентации Давайте мы попозже Все-таки поподробнее Разберем Именно эти моменты Как они Где они организованы С чего они состоят Кто там Занят по профессии И как они будут Вот это все делать Потому что я не очень Понимаю А вот этот эксперимент Который вы сейчас провели В течение недели Чтобы посмотреть Насколько управляющие Компании Подготовились И исполняют То что было Зафиксировано 27 марта Прошлого года И вступило в действие С 1 марта этого года Вот это интересно Сейчас услышать Ну вот Мы сделали Что опрос В социальных сетях В группе ВКонтакте На сайте Центра общественного контроля В сфере ЖКХ И итоги следующие Я думаю Что сайтом 5 обращений Мы статистику Брать не будем Не так много А с 6 числа В группе ВКонтакте 40 человек Приняли участие И распределение Следующее Удаётся ли вам Дозвониться До вашей управленной Компании В течение 40 минут Ой В течение 5 минут Извиняюсь Первый ответ Дозвониться получается В течение часа И более 9 голосов 22% До моей компании Невозможно дозвониться 22,5% То есть вообще невозможно Да Мы сейчас про это Проговорим Дозвониться получилось На мер Не принято 15% Обычно Дозвонюсь В течение 5 минут На звонки Отвечают Круглосуточно 40% О Это хороший результат Отличный результат Не даётся Дозвониться В течение 5 минут Но диспетчер Передимает мне сам 0% Вот такого ещё Пока не было То есть да Да Когда увидели Что цифры Не отвечают Тому количеству Проживающих жителей Мы в общем-то Планово Провели звонки Ну уже понимаете Выборка Выборка в 40 человек Она нерепрезентативная Я считаю что нет Но какие-то показатели Но какая-то зацепка Уже есть по крайней мере Да Причём Эту неделю Ещё голосование Будет продолжаться Возможно цифры изменятся Куда нужно заходить Ещё расскажите Группа Вконтакте Центр общественного контроля В сфере ЖКХ И на сайте Общественной палаты Есть ссылочка Центр общественного контроля В сфере ЖКХ Абсолютно Одинаковые Вопросы Значит Мы понимали Что Времени очень мало И люди Могут не раскачаться Поэтому Менеджеры Взяли и позвонили Напосредственно Управляющей компании Эксперимент Не полностью точный Потому что Мы же не могли Оставить заявку С реальным недостатком И чтобы нам перезвонить Но Если говорить О том Какие мы получили Результаты Результаты Дозвона Дозвонились Не дозвонились Дозвонились 11 управляющих компаний Которые Обслуживают Более 50% Жилого фонда В городе Кирове Там Вилка От того что Дозвонились Специалисты Сказали Мы честно говоря Не слышали Про Какие-то новые изменения В нашей деятельности Но Очень интересно Перезвонить И мы почитаем До того что Да Дозвонились Постановление в курсе И Это наш стандарт Работы И мы уже Какое-то время По нему работаем То есть Такие варианты Отвера тоже были Что они уже Как бы И в курсе Этого постановления И уже работают Именно в таком формате Преремся на полминуты Напомню Что мы общаемся С Сергеем Улитиным Руководителем Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области И Матвеем Жилухиным Начальником отдела По лицензированию Управляющих компаний Госжилы инспекции Вот хотелось бы узнать Фиксируете ли вы Название этих компаний Управляющих Кто вообще ничего не слышал И кто уже работает В стандарте И пересекаются ли Вот эти компании С рейтингом Которые По управляющим компаниям Давно составляются В Кировской области Прервемся С 1 марта 2019 года Для аварийно-диспетчерских служб Действуют новые нормативы Самое главное Что стоит услышать Что ваш звонок Должен быть принят В течение 5 минут Если вы звоните По любой аварии Которая случилась В вашем доме А если вы не дозвонились В течение 5 минут То вам должны Перезвонить В течение 10 минут И мало того Что Мало того Эту аварию В зависимости от того Где она там произошла И что за авария Должны ликвидировать Вот в целом Я смотрю От 8 часов До 3 суток В зависимости от тех сетей Где она произошла Свет, еще интересно В течение получаса Тебе же должны позвонить И сказать В какой срок Будет ликвидировано Какой срок И локализовать должны Сначала локализовать Потом устранить Вот они и сказать тебе должны И выехать И локализовать Это значит зафиксировать А уж потом ремонтировать И все переговоры И идут под запись Ты позвонил Значит заявка твоя Это почти как скорая помощь. Я что-то даже не уверен насчет скорой помощи, потому что когда я с ней сталкивался в последний раз, там были более серьезные сроки. Может быть, что-то изменилось, дай бог. Это очень большие скорости. И мы, конечно, чуть попозже Матвея Анатольевича расспросим, как работают аварийно-диспетчерские службы. Ну а пока вернемся к опросу, который провел Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Сначала в своей группе ВКонтакте и на сайте, а потом еще обзвоном. Вот интересно было, вы говорите, Сергей Николаевич, что некоторые компании, когда вы сами уже звонили, обращались и спрашивали, знают ли они об этом законе, сказали, что да, мы работаем, для нас норма. И работают уже по новым нормам. А другие сказали, вообще в первый раз слышим, пришли ты нам ссылочку, мы почитаем. Насчет ссылочки вроде не говорили. Ссылочку нет, я обещаю. Почитаем, поинтересуемся. Эти компании, к которым вы звонили, они известны, они большое количество домов обслуживают в Кирове. Да, конечно. Это в Кирове, в городе. 50% фонда города Кирова. 50% фонда города Кирова. Эти компании, они как-то рейтингом отвечают? Или вот те, что вот есть рейтинг управляющих компаний на сайте общественной палаты? Есть ли среди тех компаний, у которых высокий рейтинг, те компании, которые сказали, нет, мы не знаем вообще, я в первый раз слышу, не сверяли данные? Просто интересно. Пока еще не успели, но определенная пропорция есть. Ну, для вас, вы же знаете, управляшки очень хорошо. Вот для вас есть понимание, что типичные ошибки совершаются одними и теми же компаниями, в том числе и вот здесь, в этом законодательстве? Ну, конечно. Все те же самые лица? Конечно, все те же самые. Вот если помним итоги прошлой недели, да, там, жилищная инспекция достаточно хорошую презентацию сделала по всем управляющим компаниям, потому что снег на крыше, по очистке дворовой территории, ну, корреляция прямая. Понятно, что есть управляющие компании. Вот смотрите, интересная эта ситуация. Мы можем ругать управляющие компании, у которых много домов, за то, что они на какой-то на один-два дома не успели прийти снег почистить. Но при этом ведь организовать одну аварийную службу, какая разница, сколько у тебя домов? Ну, например, у Калининского района набираем общий телефон, идет развод по отделам, короткие годки, дальше никто не перезвонивает. Крупная компания, крупная компания. То есть Ленинская УК-шка тоже попала здесь? Попала, актив комфорт, телефон диспетчерская работает, но итоги принятой заявки неизвестны. По информации от граждан, которые на обратную связь реакции отсутствуют. То есть они действительно... Смотрите, что получается. Маленькие управляющие компании, которым невыгодно, ведь мы помним, что аварийная диспетчерская должна принимать круглосуточные звонки. Поэтому, по нашей информации, маленькие управляющие компании заключили договоры с колл-центрами, которые эту услугу оказывают. И уже получается, что по большому счету без разницы, где сидит тот человек, которому вы звоните, в Кирове, в Москве, в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы эта информация проходила обратным ходом, и это все отрабатывалось. То есть мы поняли, большие управляющие компании имеют свои аварийные диспетчерские службы. Не готов сказать. По крайней мере, экономика не сходится. А маленькие вроде как имеют возможность заключить централизованной службой. Вот вы сейчас привели пример две управляющих компаний известных, которые не отвечают требованиям вот этого нового норматива. А можно привести тогда пару примеров тех компаний, которые отвечают? — Ну вот сразу ответили, и, по крайней мере, со слов этой управляющей компании реагирует. Проверки нет, а вязка управляющая компания. Прямо у них все хорошо. Например, мы не смогли получить информацию о том, как отрабатывает АКОР, тоже крупная управляющая компания, просто потому что та информация, которую мы взяли из открытых источников с сайта, там этот телефон, который у них указан, он уже не актуален. Возможно, они завели новую диспетчерскую, но, по крайней мере... — Но на сайте нет телефона, как же ты будешь звонить? — То, что ее будет и как звонить. — То есть понятно, что надо было сходить еще в ГИСЖКХ, посмотреть, но поскольку это предварительные итоги, то на текущий момент информация вот такая. — Давайте разберемся, как устроена аварийно-диспетчерская служба. — Ну мне вот пока все-таки еще непонятно про маленькие компании, которые заключили с кем-то договор. Они заключали договор еще, когда эти требования не были актуальны нынешние. И как сейчас, с использованием сторонних колл-центров, реагировать на эти звонки, я не очень понял, как они будут. — А проблема в чем? — А проблема в том, что если какая-то сторонняя служба принимает звонок твой, как она может отреагировать в течение 10 минут и сообщить тебе? Она должна сначала связаться с управляющей компанией, получается? — Давайте мы у жилой инспекции спросим. — Это гораздо сложнее все. — У жилой инспекции спросим. Матвей Анатольевич, давайте начнем с того, чтобы вообще поясним, что такое аварийно-диспетчерская служба. Что это такое? — Варийно-диспетчерская служба — это та организация, которая обязана реагировать на заявки собственников по устранению тех или иных аварий, врушений, связанных с деятельностью управляющей компании. Как было правильно замечено, действительно, маленькая управляющая компания у нас заключает договоры с колл-центрами, которые находятся в иных даже субъектах Российской Федерации. Но действительно, в данном случае должна быть организована какая-то взаимообратная связь как с управляющей организацией, так и с собственниками. И с 1 марта данные требования введены, и теперь мы, соответственно, будем уже более детально и четко рассматривать данные письменные обращения, поскольку сейчас у нас все речи для проведения подобных проверок уже имеются. — Погодите, давайте разберемся с аварийно-диспетчерскими службами. Все-таки, сколько их на территории города Кирова, из кого они состоят, где они локализуются, что там за люди работают? — Ну, это довольно сказать, по их количеству достаточно затруднительно. Единственное, там несколько, они обязаны иметь соответствующий штат. — Лицензия? — Лицензия нет для аварийно-диспетчерскими. — Не нужна? — Нет, не нужна. Она нужна для управляющих компаний. Как мы себе прекрасно об этом говорим. — Не обязательно при управляющих компаниях эти аварийно-диспетчерские службы? — Нет, они не обязательно при управляющих компаниях. Они могут иметь свое собственное юридическое лицо, так и, соответственно, входить в структуру управляющих компаний. Но, тем не менее, все требования и ответственность за несоблюдение аварийно-диспетчерской службы будут нести управляющих компаний. — То есть, аварийно-диспетчерская служба, она ведь своими силами должна приехать на объект и ликвидировать, условно говоря, или локализовать. Ну да, кто там в штате? Люди, машины, эксперименты и так далее. То есть там специалисты есть, которые, да? Нет, в данном случае там и должны быть и специалисты, и соответствующая техника, и... Требования вот к аварийно-диспетчерским службам какие? Что должно быть? В принципе, как таковых, иных сейчас нет. Их сейчас нет. Это единственное то, что остается, так скажем, на совести управляющей компании, которая заключается в соответствующий договор и может оказать или иные услуги по требованию собственника, либо пользователя жилого помещения. Услуги конкретно по ликвидации аварийных ситуаций? Да. Так. Мы не знаем, нисколько этих аварийно-диспетчерских служб, и, соответственно, нисколько людей там работают, никакая техника. В данном случае полномочиями государственной жилищной инспекции не закреплено подобное проведение проверки к требованию штата состава аварийно-диспетчерской службы. А статистика какая-то есть? Какое количество управляющих компаний в Кирове, например, обладает собственными аварийными? Мы не обладаем этой статистикой. И, соответственно, мы не можем сказать, сколько у иных юридических лиц вот таких вот аварийно-диспетчерских служб. Не можем. Статистики нет. Вообще, кто эти люди, где они, при ком они стоят, не ясно. Теперь поясните... Тем не менее, у этих людей вот сколько обязанностей, понимаешь? Вот сколько обязанностей. А требований к ним нет. А вот теперь про колл-центры. Окей, если у управляющих компаний есть своя аварийно-техническая служба, управляющая компания сама принимает звонки. Если нет, то тогда заключается управляшками с колл-центрами большими, которые даже, как вы сказали, могут локализоваться вообще в другом городе. Получается, что вот тот колл-центр в другом городе, например, Екатеринбурге, он должен заключить договор с какими-то аварийно-диспетчерскими службами в Кирове? Нет. Как это, Сергей Николаевич? Да, как это все. Очень понятно. Вот прям руку тяну. Немного по-другому. Вот есть управляющая компания, которая должна организовать процесс. Управляющая компания может заключить договор на звонки с одной организацией, с колл-центром, а на выполнение работ с аварийно-диспетчерской службой с другой организацией. И вот если говорить о том, как управляющие компании справлялись с ситуациями до этого, ну, они обычно звонят по крупным порывам. Ведь нас что беспокоит? Да, вода, отопление. Когда своих ресурсов нет, они обычно звонят в аварийные службы, соответствующие ККС, КТК, и те приезжают, и первое, что делают, вот что написано в течение получаса, локализовать последствия. Они просто приезжают, перекрывают, и говорят, ну, дальше ваши уже придут и будут ремонтировать. То есть эта функция выполняется в том числе специалистами тех организаций, которые нам обеспечивают этот ресурс. Вот это вот, я знаю, что такое точно происходит повсеместно, и хотя это не в прямую в договоры записано, но они выезжают, потому что это в том числе и в потере. Вопрос в том, смотрите, вот эти вот новые требования, о которых вы так торжественно вам тут рассказали, да, получается так, что отвечает по ним управляющая компания. Именно. Да. А здесь некий колл-центр сообщает, там, ресурсно-набжающая организация, о неком... Нет, они в управляющую сообщают. Они же не обязаны, тоже КТК не обязаны реагировать. Не обязаны. Колл-центр, насколько я понимаю, сообщает управляющей компанией. Управляющая компания звучит, звонит, например, в КТК, и потом вот обратно такая... Так это уже 20 минут прошло. Смотрите, еще раз. Нам ведь без разницы, как это организовано. Нам главное, чтобы нам в нормативные сроки была оказана услуга нормативного качества. Ведь нам неинтересно, кто кому куда звонит. То ли это колл-центр, то ли это сотовый телефон директора, и он сам этот вопрос решает и лично вызывает сантехника. Нам, по большому счету, без разницы. Нам надо, чтобы приехал квалифицированный специалист, который знает, как отключать воду, который знает, как отключать электронную эргию. И ценность всех этих аварийных служб, которые на самом деле сейчас на рынке существуют, самая главная ценность даже не люди. Люди... У нас есть квалифицированные специалисты. Это нужно приехать, знать схему отключения, знать схему дома и понимать, где в какой камере, в какой задвижке, где там какой люк открыть, чтобы это максимально быстро сделать. Вот ценность аварийных служб. Поэтому я и говорю, что вот первый вот такой прозон, первый вот такой слой сняли, ну точно, на то, чтобы заработать в таком режиме, как минимум потребуется время. То есть больше половины управляшек не готовы к исполнению этих новых норм. Сергей Николаевич, почему я задаю такой вопрос? Нас, конечно, не должно тревожить, как это устроено внутри, но дело в том, что вот в такой конфигурации, как вы объяснили, это не может работать с такой скоростью. — Почему? — Потому что. — Потому что вот мы сейчас, когда объяснили эту схему, после моего звонка в город Владимиров колл-центр и с дальнейшими звонками в управляющую компанию, в ресурсо-снабжающую организацию и так далее, какие пять минут, о чем вы? — Смотрите, все очень просто. — И они ведь между собой не имеют таких обязательств принимать эти звонки. — Нет, подождите, все же не так. Вот я управляющая компания, вы колл-центр, Светлана, пусть будет аварийная служба там не выручена. — Она выбрала Теприс, да. — Звонят напрямую вам и говорят. У нас авария, дом такой-то. Вы по своему, так сказать, по своему опроснику задаете необходимые вопросы, тут же вбиваете в компьютер. Эта информация уходит на аварийную службу, которая принимает заявку и отписывается, когда устранит аварию, приходит к вам, вы перезваниваете в течение получаса. — А, все мы поняли. Мимо, потому что управляющая... — Я все равно не понял, потому что нам еще должны сообщить, в какой срок она будет. — А, это я говорю. — Да, да. — Управляющая компания уже заключила договор, и она в этот момент вообще не участвует. Тут напрямую колл-центр уже... — Скорее она стоит в копии на переписке, для того, чтобы понимать работу. — А потом они должны перезвонить и сообщить. Прервемся на полторы минуты у нас рекламы и продолжим разговор. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области, Матвей Житлухин, начальник отдела по лицензированию управляющих организаций Госжилу инспекции Кировской области, исполняющий обязанности заместителя начальника Жилу инспекции. И говорим мы об изменениях законодательства, которые вступили в силу новые требования с 1 марта этого года. И как именно в работе диспетчерских, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний. И вот как-то мы так это очень долго все говорили, но вроде бы в какой-то момент пришли к пониманию, что вообще-то это все может работать. Так, Сергей Николаевич? Я думаю, что да. То есть это реальное такое требование. Ну и, соответственно, возник вопрос, а что ж тогда предпринимает Госжилу инспекции, если это не работает вдруг? Как отмечалось ранее, ответственность лежит на управляющей организации. Несоблюдение требований данных требований действующего законодательства является грубым нарушением лицензионных требований, предъявляемых к управляющим организациям, за которые предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере от 250 до 300 тысяч рублей, на должностное лицо от 50 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация до трех лет. За повторное нарушение данных требований, предъявляемых к аварийной диспетчерской службы, многоквартирный дом исключается из реестра лицензий, находящихся в управлении данной организацией. И что может, в принципе, повлечь за собой уже обоснованное рассмотрение вопроса к аналогированию лицензий. В принципе, административная ответственность в настоящее время такая. — Тогда вопрос. Вы действуете в режиме заявительном или вы сами каким-то образом инспектируете? То есть вы реагируете на звонки, на жалобы жителей, или вы сами в течение этого года или в каком-то постоянном более-менее режиме будете проверять? — Нет, у нас есть требования, четко предъявляемые к деятельности, скажем, государственной жилищной инспекции, органов жилищного назора в целом. Мы работаем только по письменным обращениям к аварийной. — Письменным? — Письменным обращениям к аварийной. — Даже не звонкам? То есть нужно прийти ножками к вам, по электронке не пошлешь? — Электронки можно послать, но только через посредством ресурса информационного отагида ЖКХ в целях того, чтобы были основания для проведения проверки той или иной управляющей компании, либо товарищества собственников жилья, либо ЖСК, либо принести в канцелярию лично, либо направить постик. — И жалоба должна быть от отдельного лица или все-таки ТСЖ, например? — В данном случае ТСЖ будут нести ответственность, если они сами на себя напишут. — Жилет. И только тогда вы реагируете. И если два раза, например, написали жалобу на эту управляшку, то уже вплоть до лишения лицензии. — За то, что за пять минут не взяли телефон? — Речь идет об исключении одного многоквартирного дома, если это собственник, то живающий, имеющий квартиру в том или ином многоквартирном доме. — Правильно я вас понимаю? Один раз позвонил за пять минут, не дозвонился. — Не дозвонился. — Второй раз позвонил. — Мой звонник там все равно фиксируется, если я звоню по телефону. — Потом написал заявление. — Потом пишу заявление иду в госжилу инспекцию. Это разовое уже нарушение, но так как это проверить легко, что ответного звонка не было, если легко проверяется. То есть как бы все уже, факт нарушения получается есть. — В принципе, да. Тут речь идет о 12 месяцах, то есть есть определенный период, в течение которого эти дважды нарушения должны быть совершены. — В течение года. — 12 месяцев. — И вот тут надо сразу отсечь возможность некого экстремизма жилищного, потому что можно позвонить, а аварии нет. Раз позвонил, два позвонил, а аварии-то нет. Ну мало ли, бывает всякое, Коль. По разным поводам звонят. Вы же потом должны фиксировать, что звонок, который поступал, он действительно был с жалобой на конкретную аварию, которая случилась. Иначе могут найтись какие угодно любители позвонить. И, например, вот хочет человек избавиться от этой управляющей компании, хочет, чтобы дом перешел в другую. Я могу зафиксировать такие нарушения. Пожалуйста, я позвонила два раза, написала заявление в жилинспекцию. Жилинспекция, наш дом раз и устранила от этой управляющей компании. Или вы будете проверять, что действительно была аварийная ситуация? — Во-первых, конечно, безусловно, будем проверять и принимать уже решение о возбуждении административного дела о тех или иных обстоятельствах, которые были указаны как в письменном обращении, так и установленном в ходе проведения. — То есть мало написать заявление, нужно подтвердить обстоятельства. — Конечно, конечно. — Мезусловно. И, соответственно, у нас заключается дело в том, что мы возбуждаем административное дело в настоящее время. Эти дела рассматривают мировой суд, отправляем рассмотрение в мировой суд. И там уже мировой суд решает меру пресечения. — То есть конкретно уже санкции выбирают мировой суд. — Да, мировой суд. — Но вот удивительно, Коль, штрафы-то немаленькие. — Штрафы немаленькие. — Штрафы вообще очень серьезные. И удивительно, что за год, а почти год прошел с момента, когда об этих изменениях стало известно 27 марта, за год больше половины компаний не подготовились. Как вообще, почему такое происходит? Ведь они же считают деньги, это бизнес. На Сергея Николаевича смотрю. — Он сам задумался над тем же вопросом, да? — Я не про этим задумался. Я понял, что у меня вот дырка в моем картине мира нет. Вот ТСЖ. — Да, да. — То есть с управляющими компаниями, понятно, у них договоры, они как-то решают. Ведь ТСЖ, насколько я понимаю, это касается напрямую, и они должны... — Тоже должны заключать договоры. — По этим же регламентам они должны отрабатывать договоры. Ведь еще раз, договор — это когда нет собственного ресурса. Еще раз, если я председатель ТСЖ, я даю свой телефон, мне люди звонят, я договариваюсь, и я в нормативной сроке устроения, нам без разницы, по какому телефону мы звоним. Нам нужно, чтобы услуга была указанной качественной. — Надо, чтобы устранили аварию, конечно, да. — А если ТСЖ не отреагировало, то его штрафуют так же, как управляющий компакт? — Нет. — Они у нас лицензиатами не являются, в связи с этим штрафных станций как таковых нет. Выдается при отписании об устранении тех или иных нарушений. В случае, если его неисполнение, то там штраф, конечно, тоже есть за неисполнение при отписании, но он значительно меньше составляет от 10 до 20 тысяч. И на должностное лицо от 1 до 2 тысяч. — То есть ТСЖ в этом плане могут спать спокойно? — Да, наоборот, беспокойно. — Почему? — Ну как? Сложнее организовать. Ведь смотрите, вот вы, представитель ТСЖ, вам нужно прийти и сказать, у нас меняются отношения, мы должны сейчас заключить договоры на, во-первых, чтобы нам всегда могли дозвониться круглосточно, во-вторых, на аварийку, на которой у нас не было, поэтому дополнительно по 5 рублей с квадратного метра. И тут вся общественность говорит, ну точно нет. — Слушайте, мы не можем в своем ТСЖ добиться того, чтобы повысить на 5 рублей плату за обслуживание дома, за, собственно, сбор, там, за содержание имущества, а тут еще на аварийку. — Ну, по крайней мере, такой диалог, я могу предположить, что он состоится. — Еще бы, конечно. — Ведь мы же понимаем, что чем выше качество услуги, тем выше его цена. — Да. — И все-таки вот эти все нововведения, они были для человека приняты или для чего-то другого? — Ну, конечно, для человека что-то другое. — Ну, то есть, вот нагорело вот это вот все своевременно? — Конечно, здесь ведь не просматривается что-то другое. Ну, кому радости от того, что, ну, в общем-то, оштрафовали управляющую компанию? Я думаю, что даже жилищной инспекции тоже радости такой нет. Для них это дополнительная работа. — Ну, давайте будем объективными. — На самом деле так. — Но хоть как-то причесать отрасль. — Кстати, по поводу дополнительной работы мы как раз в перерыве договорились, что мы поговорим, а на что не надо жаловаться все-таки в жилищную инспекцию? Да, Сергей Николаевич? — Или когда, или в каком случае. Ну, да. — На что? Ну, расскажите нам. — Ну, мне при жилищной инспекции рассказать... — На жилищной инспекции на что лучше не жаловаться? — Ну, письменное обращение рассматриваем в соответствии требований законодательства. В любом случае оно будет рассмотрено, там письменный ответ. Сказать таким образом что-то, на что жаловаться, на что нет, в принципе, наверное, будет как-то неэтично. — Я так и знала, что такое будет ответ Сергей Николаевич обратный вам пас. — Тогда обратный пас, надо соблюдать правила. То есть мы уже сколько раз сталкивались и не перестаем говорить, что прежде чем идти и жаловаться в жилищную инспекцию, обратитесь в свою управляющую компанию. Возможно, они по вашей заявке отработают и все будет выполнено. У нас были такие примеры, когда люди говорят, мы написали в жилищную инспекцию, сейчас мы... А в управляющую компанию спрашивали? А нет, нет, не спрашивали. А надо? Надо. Надо. Надо звонить в управляющую компанию, надо обязательно фиксировать свою заявку. — В управляющую компанию фиксировать? — Конечно, конечно. Если по телефону, то вот сейчас с 1 марта как минимум номер заявки, если вы принесли письменную заявку, обязательно на второй копии отметка о получении. И это гарантия того, что, во-первых, управляющая компания более серьезно будет относиться к вашей заявке, во-вторых, это подтверждение того, что вы обращались и уже когда вы придете в жилищную инспекцию... — И тогда уже в жилищную инспекцию с этой копией бумаги о том, что принималась ваша заявка управляющая компания. — Вот если вам управляющая компания не исполнила или исполнила некачественно вашу заявку, тогда уже в жилищную инспекцию. — Ну, необходимо также, наверное, отметить, что этим же 416-м постановлением утверждены сроки рассмотрения письменных обращений граждан, направленных не через аварийно-диспетчерскую службу, имею в виду, а просто принесли ногами, направили почту и так далее. 416-й тоже устанавливают особые сроки для собственника помещения, это 10 дней рабочих для нанимателей иного заинтересованного собственника жилья письменно ответить на его заявление. И потом уже, если там ответ, скажем, его не устраивает, или это отписка, или что-то еще, тогда он был получен не в сроке, установленным вот этим постановлением, тогда опять же к вам. — Опять же к вам, да? — Ну, все-таки для меня остается загадкой, почему мы не знаем такой ресурс, как аварийно-диспетчерские службы в городе Кирове, но вот сколько и где они находятся, достаточные, недостаточные, или вы считаете, Сергей Николаевич, что и знать не надо, да, рынок регулирует? — Знать-то бы надо, потому что месяц назад мы как раз собирались по одному из направлений по организации аварийных работ по газу. Это же тоже, сюда же все попадает. И как раз мы пришли к мнению, что до тех пор, пока жестко не регламентированы требования, к сожалению, управляющие компании заключают договоры с организацией, которая не может качественно выполнить эту услугу. — Вот кто попал, а может в таком случае есть нежесткие требования заниматься этими вещами? — Причем ведь самое-то плохое, как мы понимаем, почему управляющая компания такое решение принимает. Ну, объективно, дешевле, да? — Да. — Они смотрят на свои деньги, о, дешевле, идем туда. — А то, что это безопасность? — Да, не приведи, Господи, когда что случится, из кого спросят с этой управляющей компанией? Вы за это отвечаете. Еще раз, управляющая компания, это кто? Это представитель собственника, мы его наняли, чтобы он за нас решал вопросы нашего дома. — Центр общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области собирается направить какие-то предложения в части изменений в требованиях к аварийно-диспетчерским службам? — Мы это точно будем обсуждать на своих заседаниях, но я думаю, что по итогам вот этой предварительной информации мы точно в те управляющие компании, которые направили информацию, мы их направим письма, в которых уведомим о проведенной работе и попросим устранить недостатки. — Ну вот у вас же есть возможность и через УЗС, и через Общественную палату Российской Федерации проводить предложение еще раз по ужесточению требований к аварийно-диспетчерским службам? Есть такая возможность. Почему вы ей не пользуетесь? Одно дело позвонить в управляшку, но есть масса управляшек, к сожалению, и тут человеческий фактор, который до последнего будет сидеть вот с такими договорами, а потом где-нибудь громохнет. — Пока что не взорвется, Господи, да. Мы примем это в работу. — У меня предложение такое. Спасибо, Сергей. — Те он все-таки докрутил. — Житлухин. Мы обязательно будем отслеживать ситуацию. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу, и вернемся в начале следующего часа уже с музыкальным и визуальным спектаклем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова